В секторе литературы по дизайну Кеменского государственного института культуры открылась новая выставка «Анималистический жанр в искусстве». Человек и животные изображения уже насчитывают сотни тысяч лет. На наскальных рисунках рядом охотники и животные, на которых охотятся. Развитие анималистического жанра присутствует во всех эпохах исторических. И вот у нас на выставке представлено две выдающиеся книги «Готфрид Баммес. Изображение животных в статике, анатомии, в движениях». И удивительный альбом «Образ животного в искусстве» Ватагина. Считается, что Ватагин изображал животных так, что они смотрели на человека. Надо сказать, что анималистический жанр разделяется на две. Либо иллюстрации детских книг, либо научно-популярные. Вот в частности, след динозавра. То есть, именно по представлениям художников мы можем судить об этих животных. Ну и, конечно, изображения животных. Это всегда и французские романтики, это кони, это охота и одновременно русская деревня. Русские пейзажи, русские, значит, наши просторы, наше село. И вот это настроение, когда животное присутствует, вводит нас в особый мир. Поэтический мир природы, отношений, мир чувств и эмоций. Поэтический мир природы, отношений, мир чувств и эмоций.